Это уже не знакомство с посёлком, а вполне рабочее совещание с детальными вопросами и конкретными поручениями. Потребность перенести остановку, понятно, что люди уже об этом сказали. Там есть остановка в том проекте или нет? Первое – посмотреть, да, тогда надо. И второе – тогда что надо сделать? Посмотреть телесообразность в этом году. Вот почти на самом въезде в посёлок самый обычный жилой двор, внутри которого детская площадка. Не привлекательная и, что важнее, небезопасная. И установка вокруг неё ограждения проблемы не решит. Как расширить границы игрового комплекса? Навести порядок вокруг, чтобы конечный результат радовал глаз и жителей, и гостей посёлка, чей путь на Раис будет пролегать как раз мимо этого двора. Каждый вопрос под запись с поручением подходить к решению комплексным. Через дорогу детский сад «Жемчужинка». В нём воспитывают 160 малышей. А 1 июня здесь начнутся работы по адаптации помещений для первоклашек. Один класс на время капремонта Харпской школы разместится здесь. Ещё два – в детском саду «Улыбка». Дошкаляты – это наши выпускники, поэтому у нас проблем с этим абсолютно никаких не будет. Мы приготовим для них самые лучшие помещения и сделаем всё, что необходимо, для того, чтобы они успешно развивались и росли. Заведующий детским садом рассказывает гостям о том, что за красивым фасадом сегодня скрывается здание, которое тоже нуждается в капремонте. И проектные изыскательные работы для этого уже проводятся. Но начнётся ремонт только после завершения реинновации школы. Следующий пункт выездного совещания – улица Дзержинского, площадка возле магазина «Три семёрки». Это конечная остановка маршрута номер 102. И здесь очень нужен тёплый павильон. Где и как его разместить – ещё один вопрос, который требует детальной проработки. Глава даёт поручение учесть пожелания жителей и требования правил дорожной безопасности. Рядом находится школа искусств. В этом году здесь планируют обновить фасад. Можно ли к этим работам прибавить благоустройство прилегающей территории, спрашивает у исполнителей Марина Трескова. Я записал, предоставлю информацию по УКС. И перечень, что туда, в этих заданиях – только фасад или благоустройство прилегающей территории, забор. Я бы наставлю. Может быть. Отсюда пешком к площади Мира. В этом году здесь обновится крыльцо и фасад Дома культуры. А в следующем – по программе капремонта МКД – 11 жилых домов, прилегающих к площади. Во дворах тоже требуется благоустройство. И если деньги на ремонт детских площадок выделены, то элементарный порядок возле зданий и жилых подъездов вполне возможно навести без всяких затрат, говорит глава. В маршруте выездного совещания спорткомплекс «Нефрит» с 10 летом отремонтируют дорогу. И улица Одесская – место будущей жилой капитальной застройки. Сейчас здесь уже сносят ветхие дома. На их месте планируют построить квартал из трех и четырех этажек. Отсюда переезжаем в квартал Северный. В поселковой библиотеке с 1 апреля начались ремонтные работы. Завершить их строители должны 30 июля. Они не просто наводят красоту, расширяют проемы, устраивают пандус. Одним словом, создают доступную среду для маломобильных читателей. И во дворе дома, где располагается библиотека, этим летом состоится большой ремонт. Здесь, вот смотрите, коллеги, если мы комплексно подходим к благоустройству, да, вот этой территории, то нам здесь нужно тогда смотреть полностью. С предпринимателями отработать управление экономики по каким-то фасадным решениям своих магазинов, условно говоря. Библиотека, понятно, она переживает свое перерождение здесь. С управляющей компанией нужно посмотреть, что с ограждением, урнами, там, лавочками. И тоже это все обновить. Ну и хочется к жильцам тоже обратиться, потому что вот сейчас все, что вот эти провода мы видим, да, это тоже нужно упорядочить. Потому что если здесь будет рядом с игровой площадкой парковка, хорошая цивилизованная парковка, наверное, нужно предлагать тогда жителям устраивать, как по опыту других домов в Лабутнанге, специальные колонки для подзарядки и прогрева двигателей, но уже цивилизованные в рамках инициативного бюджетирования. Сегодня в бюджете поселка на реализацию проектов инициативного бюджетирования предусмотрено 400 тысяч рублей. Но эту сумму вполне можно увеличить, говорит глава, лишь бы инициативы были. В финале поездки визит на лыжную базу. Здесь сегодня идут строительные работы. А по соседству строится спорткомплекс с бассейном. И уже готова площадка под строительство центра единоборств в северный характер. Завершить все работы нужно не позднее ноября этого года. Финансирование, соответственно, мы понимаем его источник. Губернатор поддержал необходимость комплексного подхода в благоустройстве территории, в ремонте уличной дорожной сети. В обновлении детских игровых комплексов, которые расположены внутри микрорайонов, вы знаете, что запущен новый маршрут муниципальный, а, соответственно, у нас появится еще и теплая остановка. Сейчас мы выслушали предпочтения по размещениям остановок, в принципе, изменению самого маршрута внутри поселка. Поэтому есть над чем работать. Я полагаю, что после вот такого выездного мероприятия мы все соберемся в кабинете для того, чтобы подытожить то видение, которое сформировалось у каждого участника совещания и наметить на ближайшее время прямо конкретные уже действия и мероприятия. А далее в планах главы города встречи с жителями в коллективах, сбор предложений, инициатив в народную программу благоустройства поселка. Татьяна Вилесова, Сергей Антропов. Время местное. Поселок Харп.